Аминь 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 обожжены вот этой войной, много людей, которые не знают Бога. Послушайте, вчера Саша, вчера Коваленко и Смелый, он где-то там в Портленде или где-то на радиохристианском давал интервью, оно в Ютубе есть, посмотрите, он говорил о церкви без стен. Очень интересные, мудрые вещи. Я потом начал читать посты и комменты, знаете. И, ну, там, некоторых я знаю, кто писал, некоторых там не знаю, но вот что интересно. Знаете, когда он говорил о том, что надо идти и спасать людей, некоторые там священнослужители написали, да-да, но надо помолиться, чтобы на это была Божья воля. И потом Сашина жена Лена, она там вот реагировала, она написала, знаете, пока, ребята, вы молитесь, люди пачками идут в ад. Да? Да, Юра, правда? К сожалению, это такое, знаете, это не сильно восторженно звучит с кафедрой, но это правда и это истина. И, послушайте, Бог с этим не согласен. И нам бы надо это поменять. Аминь. И поэтому Бог, когда призывает нас всех, Он дает нам призвание, да, Он дает нам видение. Мы не сюрприз для Бога, которые пришли в Царство Небесное. Мы люди с целью. Аминь. Каждый из вас пришел с целью, с определенной церковью, с целью в это время, в эту церковь, в другую церковь, в служение. Когда Бог призывает, у Бога есть цель. Аминь. Знаете, на земле вообще ничего не создается бесцельно. У всего есть свое предназначение. У песчинки есть свое предназначение, у камня есть свое предназначение, у воды есть свое предназначение, у растений есть свое предназначение, у насекомых есть свое предназначение, у животных. Ну и, конечно, человек, который представляет Бога, созданный по образу и подобию Божьему, у него есть предназначение на этой земле. Аминь. Послушайте меня, вот некоторые мысли о предназначении. Истина номер один. Послушайте, кому Бог из вас что-либо говорил? Кто верит, что Он призван к чему-то? Саша так интеллигентно поднимает руку. Ну, вот, послушайте меня, люди, Бог не ошибся, когда вам верил Евангелие. Аминь. Бог не ошибся, когда верил вам определенное служение. Бог не ошибся, когда поставил вас определенное место. Бог не ошибается. Вы скажете, но я ошибался. Мы ошибаемся, правда? Кто из вас никогда не ошибался? Никто, да? Есть люди, которые совершают ошибки, послушайте, но даже если мы ошибаемся, Бог не ошибся, когда говорил на определенных вещах. Когда Бог нас призвал и поставил, когда Бог дал вам слово, когда Бог дал вам видение, когда Бог дал вам пророчество, когда Бог дал вам откровение, он не ошибся, он знает, что вы это можете пройти. Вы, может быть, ошибаетесь, вы, может быть, падаете, но послушайте, мы не те люди, знаете, чемпионы это не те, кто никогда не падал, чемпионы это люди, которые поднимаются и идут дальше. Библия говорит, что праведник, если падает, это то, что его отличает от неправедного, что Кабзалин делает? Поднимается и идет дальше, аминь. Отличник библейской школы, сразу видно. Что бы ни происходило в нашей жизни, послушайте, когда Бог сказал нам о чем-то, он не ошибся. Саша, когда Бог говорил тебе о жатве, помнишь, когда мы с тобой беседовали на палатках, это было сколько лет, наверное, 5 назад, я не знаю, может быть 7, где-то так быстро время летит, да, незаметно. Бог не ошибся, когда тебе это говорил. Что бы вокруг с ней поменялось, Божьи планы не поменялись. Это то, что ты пойдешь и исполнишь. Если ты этого не сделаешь, этого никто не сделает. Если ты не прикоснешься к этим людям, они отправятся в ад. Если ты не принесешь им Божье исцеление, они так и останутся больными. Если ты их не соберешь для Иисуса, этого никто не сделает, кроме тебя. Этот пазл никто не заполнит. Этот пазл Бог предназначил для тебя еще до основания мира. Когда Бог тебе это сказал, Он не ошибся. Аминь. Правда? Думаете вы так или нет? Это вас стимулирует немного. Бог не ошибается. Послушайте меня, люди, Бог не ошибается, когда что-то сделает с нами. Как же нам понимать, что? Как же нам жить в этом и осознавать, что мы имеем предназначение? А первое. Вам надо осознавать, кем вы являетесь во Христе Иисусе. Для того, чтобы осознавать, кем вы являетесь во Христе Иисусе, с Иисусом надо иметь отношение. Просто как яблочный пирог. Я вам хочу сказать. Очень элементарно. Если ты имеешь с Богом отношение, ты знаешь, кто ты есть. Если ты не имеешь с Богом отношение, ты не знаешь, кто ты есть. А? Аминь. Разве я говорю какие-то новые вещи? По-моему, никаких вообще новых вещей не говорю. По-моему, это прописные истины. Послушайте, мы обличены ходить в славе Божьей. Правда? Так или нет? Это нормально для людей ходить в славе? Ну, кто верит в Ветхий Завет, они засомневались. Кто верит в Новый Завет, это нормально. Потому что в Ветхом Завете Бог сказал, что славы своей не отдам никому. Понятное дело, люди не были искуплены, люди не были рождены свыше. Не был омыт первородный грех. Бог не мог наполнить славой тела, которые были под проклятием и под грехом. Но послушайте, в Новом Завете Библия говорит о том, что Бог проставил нас во Христе Иисусе. Фактически мы являемся славой Божьей. Где бы мы были, если бы не Бог? Юра, ты являешься славой Божьей. Потому что если бы не Бог, я думаю, у тебя была бы где-нибудь шестая справка об освобождении. В общем-то, если бы была, если бы ты дожил до этого момента. Ну и как бы все бы катилось по наклонной. Если бы не Бог, я бы уже где-то тоже был бы на два метра под землей. Любой из вас, если вы посмотрите в свою жизнь, если бы не Бог, вы слава Божья, вы отражение славы Божьей. Для человека нормально ходить в славе Божьей. Человек был создан ходить в славе Божьей. Вообще, первоначальный Божий план, единственное, что покрывало человека, это слава Божья. Люди ищут славу, вы скажете, люди ищут славу. Правильно, совершенно верно, но есть два пути. Если вы имеете отношение с людьми, вы будете искать славу человеческую. Если вы имеете отношение с Богом, вы будете искать славу Божью. Вопрос не в славе, вопрос в том, чью славу ты ищешь. Для человека нормально быть облеченным славой. Это Божий план для человека. Но послушайте, для человека нормально быть облеченным славой Божьей. Правильно? Аминь. Знаете, иногда люди, вы можете хорошо выглядеть, ну по-христиански, иметь спасенное выражение лица, знать пару таких ключевых фраз, нас там, Христос воскрес, там, Аллилуйя, Аминь, Господь пастырь мой. Вот, но это не говорит о том, что вы имеете отношение с Богом, да? Иногда люди, они могут 10 лет ходить в церковь, они могут там иметь какой-то там портфель, у них есть лоск такой церковный, знаете, немножко подсвечивают святостью, вот если свет выключить, становится все как-то лучше. Но послушайте, они делают глупости. Они постоянно думают там, что со мной не так? И они заискивают перед людьми. Вы заметили это, да, что иногда, а когда вы ищете славу человеческой, вы делаете абсолютные глупости, потому что вы думаете, если я этого не делаю, да, то это, я выгляжу как белая ворона. Если я ищу славу человеческой, я сливаюсь с толпой. Почему? Потому что в толпе легко потеряться. Если вы ищете славу Божьей, вы в любом случае будете личностью. Аминь. Почитайте, внимательно почитайте историю Давида. Ведь на самом деле Давид не был популярной личностью. Знаете, в семье не был популярной личностью, его там не сильно любили. То есть никто не говорил, что Давид, ты царь будешь. Ему никто не пророчествовал, не молился о том, что он будет царем. В него вообще не верили, знаете. Ему сказали, ты чабан. То есть ты баранов, это вот самое высшее, чего ты в жизни достигнешь, ты пасешь баранов. То есть старшему брату там доспехи покупали, там среднему Библию, там еще там с одним папой там мог на охоту ходить. А Давид, кроме баранов, никого не видел. Ты все, ты чабан. Максимум председатель колхоза имени пророка Исаии. Вот, кибуц называется. Вот, дальше никуда не пойдешь. Знаете, никто не верил. Пророк пришел, его всех детей позвали, а его как на уровне слуги даже не позвали домой. Помните эту историю? Пророк пришел и сказал, послушай, Бог, парень тебя видит, потому что ты имеешь отношение с Богом. И на тебе будет великое призвание, потому что все эти люди, которые там выглядят, стараются там получше, там порелигиознее, там поправеднее. Послушай, у них сердце не то, а у тебя сердце прирепляется к Господу. Ты ищешь славы Божьей, да? Аминь. И знаете, что когда папа позвал Давида и сказал сходить ему на войну, тоже никто не ожидал, что он будет служить в армии. Абсолютно никто не рассчитывал, что Давид пойдет и замучит Голиафа в этот вечер. Все думали, там отнесет сыр, там передачку, командиру там немного передаст, там пару кусков хлеба, чтобы у детей была служба лучше, там у старших братьев. Аминь. Но послушайте, поскольку Иисус искал славы Божьей, для него не проблема была сразу обратить внимание на Голиафа и сказать, послушайте, так не должно быть. Да? Он имел отношение с Богом. Он знал, послушайте, что Бог моя охрана и защита. И когда Давид победил своего Голиафа, что произошло с Давидом? Нужен ли был Давиду рейтинг в тот вечер, когда он победил Голиафа? Давид вообще был самый уважаемый. На всех тусовках израильских в тот день, во всех ресторанах, хотели видеть Давида за своим столом. Потому что все говорили, этот парень победил десятки тысяч. Он устранил нашу основную проблему. Да? Почему? Потому что Давид делал упор на Господа. Он не взял доспехи, он не взял там какие-то мирские атрибуты. Он сказал, послушайте, это война Господа. Все, что мне нужно, это Бог. У меня есть Бог. Если у меня есть Бог, значит, у меня есть победа. Я знаю, кем я являюсь в Господе. Я человек завета. Мне все равно, какого он роста, мне все равно, сколько он выиграл боев, мне все равно, какие у него доспехи, мне все равно, как он кричит. Знаете, Голиаф с израильтянам проповедовал 40 дней. Не очень хорошую проповедь. Они от нее убегали. Пришел Давид и говорит, слушайте, он вообще не имеет права проповедить эти вещи, потому что он не на своей земле. Самая главная проповедь, здесь Господь с нами. И если Господь с нами, значит, мы победим любого врага. Это было то, что говорил Давид. И когда он вышел на бой, знаете, Голиаф даже расстроился, потому что не увидел ни лука, ни автомата, ничего, ни броника. Саул хотел свой броник одеть на него, но Давид говорит, так не пойдет. Я не смогу так. Я привык по-другому. Мне не нужен броник, мне нужен Господь. Если у меня есть Господь, тогда со мной все будет хорошо. Если у меня есть Господь, тогда победа в моих руках. Если у меня есть Господь, тогда я обречен на победу, и меня никто не может остановить, потому что в этом будет Божья слава. И когда видел Бог такое отношение, Бог дал Давиду небольшой бонус. Он немного ускорил камень до скорости пули. И один маленький камень пробил все, что нужно было пробить, и завалил большого Голиафа. Давид был самым популярным человеком в тот день, самым популярным, его все искали. Послушайте, люди, не ищите популярности у людей, ищите популярности у Господа. Вам не проводить вечность с людьми, вам проводить вечность с Иисусом. Вам даже на земле не проводить время с теми людьми, которые сегодня окружают вас. Знаете это или нет? Что все меняется в один момент, знаете это, да? Что люди могут обидеться, что люди могут расстроиться, что люди могут наговорить про вас каких-то гадостей. Могут быть разные ситуации в жизни. Сегодня они с вами, а завтра их нет. Знаете, они-то и Иисуса не сильно люди любили, потому что они говорили «Асана», а через три дня говорили «Распни». Народ, скажите мне, пожалуйста, есть ли конфликты в семьях? Бывают ли конфликты в семьях? Это люди, которые любят друг друга, да? Это люди, которые одевают кольца, это люди, которые имеют самые близкие отношения, ближе уже некуда, правда, да? Это люди, которые перед алтарем, пред Богом обещают друг друга и в богатстве, и в бедности, и там хорошее настроение, плохое, снег, дождь, ураган, неважно, мы идем вместе. Бывают ли между этими людьми разногласия? Бывают? Бывают, что люди разбегаются? Бывают? Бывают ли конфликты между детьми, между родными людьми? Бывают? Послушайте, люди, послушайте меня, люди – это временное явление в нашей жизни, кто бы нас ни окружал. Я верю, что у меня хорошая семья, я верю в свои отношения с женой, я верю в свои отношения с детьми, но послушайте, вечность мне проводить с Богом, мне стоять перед Иисусом, мне отвечать за свою жизнь перед Творцом, аминь, мне отвечать за то, что было мне верено за той Евангелие перед Создателем жизни, перед Иисусом Христом, что я делал вчера, что я делал сегодня, что я буду делать завтра, скольким я людям послужил, скольким я людям открыл Иисуса, что я сделал для людей, аминь. Я об этом думаю, мне нужна слава Божья. Если у меня есть слава Божья, тогда у меня все будет в порядке и в отношениях с людьми, и со всем остальным. Поймут меня люди, не поймут меня люди, послушайте, я ищу славы Божьей, мы обличены в славу Божью, мы должны знать, кем мы являемся во Христе Иисусе, аминь. Уясните себе это раз навсегда. Если вы ищете славы человеческой, ребята, вы попали, однозначно вы попали, вы уже в капкане. Когда вы пытаетесь заискивать перед людьми, это говорит о том, что вы не верите Богу. Знаете, что самое лучшее мнение о вас у Иисуса Христа? Знаете, да? Вы знаете, что прощать, как Иисус, никто не может? Вы знаете, что люди, которые даже вам улыбаются и обнимают вас, и целуют вас, они все равно помнят все ваши ошибки, все ваши промахи, знаете, они все равно помнят все ваше грязное белье, и вы от этого никуда не денетесь. Но Бог этого не помнит. Бог верит в вас. Бог ценит вас. Бог поступает с вами так, как будто бы греха никогда не было. Правда? Бог заинтересован в том, чтобы поднять вас. Когда вы приходите к Богу, Бог говорит, я люблю тебя, я верю в тебя, я ценю тебя. Люди судят. Мы иногда судим людей. Вот этот такой, вот этот сикой, вот это пятое, вот это десятое. Послушайте. Бог не судит нас. Аминь. Бог верит в нас. Бог ценит нас. Бог прощает нас. Бог поднимает нас. Бог благословляет нас. Бог ведет нас по тому пути, который предназначил еще до основания мира. Поэтому, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим к Иисусу, когда Бог ставит нас в определенную позицию, Он знал, что мы родимся в определенное время, в определенном месте. Он знал, что в это время, в этой стране будет война. Вы думаете, Бог этого не знал? Знает ли Бог, чем она закончится? Знает ли она, как это произойдет? Знает ли, какие последствия будут у этого военного конфликта? Знает ли Бог вообще, что будет происходить в мире? От а и до я. Знаете, от бытия и до окончания века земного, Библия, есть 66 книг, где описана история человечества. И она была написана еще до того, как Бог вышел в центр всего и сказал, да будет свет. Еще до того, как создать небо и землю. Еще до того, как создать человека по своему образу и подобию. Бог предназначил все. Все времена и сроки. Вы часть Божьего плана. Когда Бог вам что-то говорит, Бог не ошибается. Когда говорит вам что-то делать. Аминь. Бог не допускает, что Бог верит в вас. Бог ценит вас. Бог поднимает вас. Аллилуйя. Еще готовы немного вместить один пункт. Но их на самом деле не один. Но следующее. Послушайте, вот что я хочу сказать еще о служении. Мы не говорим людям верь. Мы показываем людям Иисуса. Знаете, есть два разных категории служения. Можно говорить верь, 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 верь. Это не всегда сильно работает. Вера приходит от слышания. Я верю в эти вещи. Но послушайте, гораздо эффективнее, когда мы являем людям Иисуса. Аминь. Мы являемся славой Божьей. Мы являемся голосом Божьим для людей. Знаете, я когда так говорю, люди говорят, ну, знаешь, там Бог может и через ослов разговаривать. Я верю в это. Вот. Я даже люблю тех людей, которые верят, что Богу интересно через ослов разговаривать. Но послушай, какой бы ни был осел, Богу все равно интереснее через тебя разговаривать, чем через осла. То есть, как бы, Бог не творил осла по своему образу и подобию. Представляете, да, что придете на небо, а Бог бы выглядел как осел. Ну, некоторые в это верят. Там буддисты, там еще там кто-то, что Бог может по-разному выглядеть. Но мы знаем, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. И мы самое лучшее отражение Божие. Мы поставлены для того, чтобы являть Иисуса этому миру. Аминь. Вы это слышали, вы в это верите. Теперь скажите мне, пожалуйста, люди, ваша жизнь, то, что вы делаете в жизни, изменяет ли это людей, которые встречаются в вашей жизни? Являетесь ли вы лучом света для тех людей, которые встречаются в вашей жизни? Один раз, два раза, три раза, четыре раза, я не знаю, как, постоянно с вами. Знаете, что я хочу сказать христиане вам? Что если ваша жизнь, если ваше христианство, оно не прикасается к сердцам людей, это не христианство. Можете знать всю Библию, можете знать все псалмы, можете молиться, стоя на правом ухе, что угодно можете делать. Если то, что вы делаете, не позволяет Иисусу прикасаться к сердцам людей, если это им не открывает глаза, если это им не дает надежду, если это не исцеляет их, если это не вдохновляет вас, вы религиозны. Это религия. Она ничем не отличается ни от буддизма, ни от кришнаитства, ни от еще чего-то, ни от мусульманства. У вас просто другая религиозная окраска. Вы могли бы с тем же успехом собираться в кружке макраме и там повесить пару икон. Послушайте, христианство – это жизнь. В прошлое воскресенье мы там обили язык говорить, Христос воскрес, и мы все кричали, воистину воскрес. Что такое воскресший Иисус? Жив. Воскресший Иисус – это жизнь. Мы не говорим о религии, мы не говорим о какой-то форме поклонения, мы говорим о жизни. Бог живет в нас. Реальность это или нет? Это реальность. Он живет в нас. Это не просто там на грудном кармане есть такая картиночка, там, да, я ее достаю, чтобы мне легче стало, посмотрел там, там, раз, и все нормально. Нет, Он во мне. Он живет. Он движется. Он говорит. Он любит людей, которые окружают меня. Даже если я их не люблю, Бог, который во мне, Он все равно их любит. Если я не верю в тех людей, которые попадаются мне на глаза, Он в них верит. Если я думаю, что они не заслуживают милости, Бог знает, что они заслуживают милости. Аминь. Если я думаю, что, ну, в этом случае исцеление вообще невозможно. И есть список, почему этого не может быть. Бог говорит, что исцеление возможно, потому что все возможно тому, кто верит. Все возможно Богу, потому что Бог не классифицирует людей. Они для Него все на одно лицо. Он нелицеприятен. Ему все равно на мое смотреть, там, лысое лицо, там, довольное лицо Кобзаря, вот, на Сашина промежуточно улыбающийся между моим и Кобзарем Коваля, вот, это самое. Ему все равно на чьи лица смотреть. Понимаете, Он нелицеприятен, Он любит всех людей, Он создавал эти лица. Аминь. И послушайте, мы не просто накачиваем людей теорией, мы служим людям. Аминь. Бог, который в нас, Он прикасается к людям. Если это не так, тогда оно не надо. Знаете, если вы не можете позволить Богу прикоснуться к человеку через себя, найдите тогда что-нибудь себе поинтереснее. Не дурите ни себя, ни людей. Если вы христиане, будьте христианами, да. Если вы люди, созданные по образу и подобию Божьему, живите так, как Библия говорит об этом. Будьте отражением Божьей славы на земле. Будьте каналом Божьей любви для людей. Будьте каналом Божьего исцеления. Будьте каналом надежды. Будьте Иисусом во плоти. Знаете, Бог, который в Иисусе, и Бог, который в вас, ничем не отличается. Никакой разницы. В Иисусе не был один Бог, а в вас другой. Вы правда? А? В Иисусе разве был другой Дух Божий, не тот, который в вас, не тот, который вы получили в момент, когда призвали Его в свою жизнь? Может, Иисус изменился? Бог не меняется. А? Правда? Бог не меняется. Еще один пункт. Бог не поменялся. Если все вокруг поменялось, Бог не поменялся. Люди иногда говорят, ну, я знаю, я понимаю, я знаю, что Бог когда-то об этом говорил, я знаю, что мы должны это делать, я знаю, что мы так должны, но знаешь, вот, все поменялось. Люди поменялись, согласен. Времена поменялись, обстоятельства поменялись, все, ребята, меняется. Все видимое, оно временно, оно изменяется, но Бог не поменялся. Даже если все вокруг меня изменилось, Бог не поменялся. Бог не меняется. Он такой же любящий, он такой же милующий и он такой же прощающий. Вы не можете заставить Бога измениться. Правда? Если вы этого не осознаете, вы можете попасть в ловушку. Потому что иногда люди говорят, вот меня Бог что-то не любит. Но в Библии говорят, что Бог любит всех. Ты просто убедил себя, что Бог тебя не любит. Ты просто позволил кому-то сказать, что Бог тебя не любит. Правда? Ты просто там себе в башке что-то накрутил, но Бог любит тебя. Независимо от того, что в твоей жизни, Бог любит тебя. Люди говорят иногда, ну, наверное, Бог меня не прощает. Послушай, Бог прощает всех. Библия говорит, что если вы приходите к Нему и исповедуете свои грехи, Он прощает вас. Слышите меня? Он без последствий прощает. Он не так прощает, как люди прощают. Я тебя простил, но я помню. Я к тебе претензий не имею, но я все помню. Все как было, все до мельчайших подробностей. Ну, хотя, как бы и ничего не было, но все равно я все помню. Послушайте, Бог говорит, я не помню. Бог говорит, я кидаю это за спину. И я смотрю на вас так, как будто бы греха никогда не существовало. Ты чист. Ты праведен. Ты святой. Ты можешь это сделать. Ты можешь быть моим представителем на земле. Ты можешь проповедовать Евангелие. Ты можешь быть Божьим ответом для людей. Аминь. Разве не является подтверждением история Гадаринского Бесноватого? Кто хотел с ним общаться? Его с города выгнали. Знаете, есть такие люди, с которыми никто не хочет общаться. Вот Гадаринский Бесноватый был один из тех. Причем с ним настолько не хотели общаться, что выгнали из города. Мало того, его закопывали, да? Заковывали в цепи. Потому что он рвал цепи. Бился головой. Вообще не очень приятная, знаете, компания такая. Пришел Иисус. В один момент Иисус освобождает его от всей вины. От всего проклятия. Иисус освобождает его от легиона бесов. Раз. В один момент это происходит. Люди приходят и видят, что до встречи с Иисусом он был сумасшедший. Но после встречи с Иисусом он сидит спокойно. В глазах мир. Оделся. Что сказал ему Иисус? Он говорит, я хочу с тобой. Что ему все сказал? Иди в Десятиграде. Десять городов. И расскажи о том, что с тобой сделал Господь. Вопрос. Получил ли Гадалинский бесноватый водное крещение? Сколько лет он был членом церкви? Какой библейский университет он закончил? Как долго он верно исполнял служение там Ашера, прославителя, носителя ковчега? Не знаю. Вы об этом где-то читали что-то? У них состоялась пятиминутная беседа. Господь, помоги мне. Хочу очистись. Будь свободен. Выйди вон из него. Дух нечистый. А нас много. Много вон отсюда. Все отсюда. Нечистые. Шесть тысяч. Там, около шести тысяч бесов покинуло этого человека. Вот он приходит в себя и говорит, слушай, Иисус, ты классный. Ты дал мне новую жизнь. Ты дал мне надежду. Ты вообще единственный, кто захотел со мной общаться. Я хочу тебе быть другом. Я пойду с тобой туда, куда бы ты ни пошел. Он говорит, ты не можешь со мной пойти. У меня есть для тебя другое предназначение. Иди и расскажи о том, что произошло в твоей жизни. Расскажи, как Бог пришел в твою жизнь. Расскажи людям свое свидетельство. Расскажи о встрече со мной. Иди, я посылаю тебя в десять городов. А вы послали такого миссионера? Он пять минут назад покаялся. Знаете, пришел там, готовый, небритый, там, с перегаром, запахом сигарет. Раз, покаялся на сцене, и все. Вот давайте поприездуем новый миссионер нашей церкви, брат. Готовый его послать. Вы бы сделали ставку на такого человека? Вот скажите честно, я бы нет. Я лукавить не буду. А Бог? А Бог? А Бог верит в людей, правда? Независимо ни от чего. Бог верит в людей. Были ли у этого человека ошибки? Не знаю. Приду на небо, спрошу. Будет интересно послушать его истории. Но мне нравится отношение Бога. Ты свободен, иди. Ты мой представитель. Ты сможешь это сделать. И Библия говорит о чем? Он пошел и проповедовал. В десяти городах. Скажите, может он другой был? Может он был не такой, как мы? Может у него была другая плоть и кровь? Может у него там генетика другая была? Не знаю, что у него было другое. Обычный человек с улицы пришел встретиться с Иисусом в один момент. Бог освобождает его, исцеляет, дает надежду. Говорит, иди проповедуй. И он идет в десять городов и рассказывает людям об Иисусе. Аминь. Послушайте меня. Кто из вас до прихода к Иисусу был в гробах, окованный цепями и бился головой об камни? Кого из вас? Ну, из компании, может, кого-то и выгоняли. А из города вот кого-то выгоняли вас? Ну, из Черкасс. Где-нибудь там Сосновка, еще где-нибудь там хутора, ближние зарубежья. Никого не отсылали? Не? Послушайте, если это получилось у Гадаринского бесноватого, у вас это получится сто процентов. Аминь. Правда? Так или нет? Почему? Потому что вы такой же человек, как и он. А Иисус, он не меняется. Аминь. Если Иисус это сделал в его жизни, он сегодня это сделает в вашей. Аллилуйя. Еще? Готовы еще вмещать? У меня есть еще время? Аминь. Следующее. Наша молитвенная жизнь. О чем мы молимся? Что? Что результат наших молитв? Как мы молимся? Как мы видим себя? Если мы видим себя во Христе и знаем, что Бог не поменялся, тогда мы не молимся из положения незнания. Мы молимся из положения победителей. Потому что Библия говорит о том, что Бог даровал нам победу. Знаете, люди, ваши глаза могут говорить одно, а Библия говорит о том, что Бог даровал вам победу. Аминь. Обстоятельства могут говорить не то, но Библия говорит о том, что Бог даровал нам победу. Бог всегда дает торжествовать нам во Христе, что бы ни случилось с нами. Люди говорят, ну, знаешь, иногда вот есть истории, когда вот люди погибали, когда люди разбивались, когда люди не исцелялись. Я знаю, что есть такие истории. И в Библии есть такие истории. Но я вижу истории, что когда Бог приходил к людям, всегда происходило чудо. Мне все равно, что происходило в жизни у людей. Хочу вам сказать честное слово. Потому что когда, если мне нужен эталон, я смотрю на Иисуса Христа. А Библия говорит о том, что Бог даровал мне победу. Поэтому, когда я беру свою Библию, когда я иду в свою комнату общаться, я молюсь из положения победителя. Я не молюсь о том, дай мне Божество. Я молюсь о том, благодарю тебя за то, что ты уже дал Божество. Знаете, Иисус уже пришел, заплатил и что-то обеспечил для меня. Аминь. Библия говорит, что все благословения во Христе, да и аминь. Но я не ищу самих благословений. Я ищу того, кто приносит все благословения. Я не верю в сами благословения, как вещи, в результат, какие-то материальные приметы. Я верю в благословение, что у меня есть Иисус. Если у меня есть Иисус, я благословлен. Если у меня есть Иисус, у меня есть победа. У меня нет другого шанса, как только на победу. Потому что Иисус победил дьявола на Голгофском кресте. Знаете, Иисус не сражается, когда вы говорите, Боже, помоги мне, Боже, дай мне. Есть ли твоя воля, как многие люди говорят, послушайте, его воля была дать дьяволу враговой отсек. В общем-то, он это и сделал на Голгофском кресте, по полной программе. Лишил его всего, лишил власти, лишил ключей. Знаете, как там один товарищ шутит, говорит, что у этого придурка нет ключей даже от собственной квартиры, потому что Иисус забрал ключи от ада и смерти у сатаны. Поэтому дьявол бомжует по земле еще какое-то время. Но не факт, что он должен жить в вашей жизни, должен присутствовать и иметь там часть, потому что в вашей жизни должен быть Иисус. Аминь. Иисус уже совершил победу, да? Иисус не сражается с дьяволом, Иисус уже совершил победу и даровал ее нам. Аминь. Что бы ни происходило, Бог за меня. Что бы ни происходило, у меня есть победа. Аминь. Почему? Потому что у меня есть Иисус. Есть Иисус, есть победа. Если у вас нет победы, значит, что-то у вас не в порядке с Иисусом. Да? Ну, не Бог же ошибается. Я же вам когда первый пункт говорил, Бог не ошибается, вы все, аминь. Да, аллилуйя, Бог не ошибается. Если Бог не ошибается, значит, Бог даровал нам победу. Ну да или нет? Саня, логично? Ты умная голова, светлая, отсвечивающая. Логично, что Бог даровал нам победу? И закономерно. Аминь. Вот, если Бог даровал нам победу, значит, одно из двух. Либо у вас в жизни победа, либо у вас в жизни нет Иисуса. Есть Иисус, есть жизнь. Иисус говорит, я жизнь, правда? Иисус говорит, я даровал победу. Есть Иисус, значит, вы победитель. Есть Иисус, значит, вы пройдете через все, что мир пытается против вас выставить. Да? Через любые обстоятельства, через любые мнения людей, через любые невзгоды. Если есть Иисус, если у вас что-то не получается, значит, проблема, что вы где-то там, где-то не коннектят. Да? Абонент не на звезду. Попомнить, будь ласка, рахунок. Вот. Вот, залышился меньше одной гривны. Вот. Что-то надо с этим сделать. Где-то надо навести порядок, чтобы было соединение. Аминь. Да? Так или нет? Нет, я вчера мобильный интернет врубаю, 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 врубаю. СМСка. Знаете, у меня денег там, я ехал на материк, на материковую часть Украины, из оккупированной. Вот. И это самое, и смотрю, мобильный интернет не работает. А СМСка не пришла. Пришла только аж через сутки, что оказывается у вас на рахунку грошей нема. Вот. И так и мы, знаете. Иногда с нами что-то не в порядке, мы говорим, Бог, Бог. Иногда мы не приходим к Богу, не спрашиваем вообще его мнения, не спрашиваем его совет, не спрашиваем его водительства. Ну, Бог у нас во всем виноват, да? Как в Украине есть такая хорошая пословица. Хиба, мама, виновата, шуды ты на дурновато. Вот. Наведите порядок в отношениях с Богом, и все будет хорошо. Не в Боге проблема. Послушайте, проблема в нас. Бог не меняется. Аминь. Бог даровал нам победу. Бог даровал нам спасение. Бог сделал нас отображением своей славы. Бог верил в наши руки Евангелия, да? Аминь. Самую величайшую силу на земле. Величайшее благословение. Путь к Богу. Бог верил нам. Не ангелам, не еще кому-то. Нам верено Евангелие. Слышите меня? Люди. И когда Бог нам верял, это он не ошибся. Знаете, когда Павел это осознавал, он писал, что мне верено драгоценное Евангелие через откровение Иисуса Христа. Он знал, что это ценность. Он знал, что это сила. Он знал, что это благословение. Когда мы начнем вот так вот, знаете, думать по-другому, наша жизнь начнет меняться. Аллилуйя. Я в это верю. Аминь. Слава Богу. У меня еще есть минуток, я думаю, что сколько у меня? 30 минут еще послушаете? Аллилуйя. Слава Господу. Теперь следующее. Просто, ну, мы-то с вами друг друга давно знаем. Это было о нас. А теперь поговорим о служении. О жатве. Я верю в жатву. Я верю в пробуждение. Я верю в приход Иисуса Христа. Я верю, что я иду на небо. Я в это очень сильно. Если вы не верите, что я иду на небо, может, у вас есть на это причины у кого-то. Где-то я кому-то не улыбнулся, что-то не так стало. Я все равно верю, что я иду на небо, потому что мне об этом сказал Иисус. Но до небес у меня есть еще, знаете, небольшая работа. Надо какое-то время еще здесь побыть и проповедовать людям. И приводить людей к Иисусу. Это то, что было мне верено в Он. Послушайте, я знаю одно. И я знаю абсолютную истину. Что моя работа не одиночная. Я знаю, что церковь – это команда. Я знаю, что христианство – это команда. Я знаю, что семья – это команда. Знаете, мы социум. Мы живем в команде. Мы живем в команде. Мы играем в команде. Если мы хотим чего-то достичь, за нами идет команда. Иногда люди возражают и говорят, ну как же они называют имена. Знаете, много есть хороших имен. Тилл Осборн, Джон Уэсли сегодня звучало имя. Кеннет Копланд. Можно много-много-много-много. Чарльз Спержин был такой дядька. Читал, Саша? Кто бы сомневался. Прекрасная книга. Вокруг этих имен всегда есть команда. Может быть, мы не всегда об этом знаем, но есть команда. Это командная игра. Один в поле не воин. Знаете, сами по себе мы ничего не можем. Самая лучшая команда, которая может быть, это Иисус. Иногда вы говорите, ну вокруг меня нет людей, но вы с Богом – это уже команда. И это команда чемпионов. И мы будем говорить сегодня о чемпионстве, о команде чемпионов, потому что Бог видит нас такой именно командой. Мне неприятно слышать, когда разваливается церковь, мне неприятно слышать, когда рассыпаются служения, мне неприятно слышать, когда миссионеры где-то там терпят неудачи, евангелисты, когда что-то начинает происходить не так. Послушайте, это не Божий план. Иногда люди говорят, что это Божий план, но это не Божий план, потому что Бог сделал нас во Христе победителями. Бог хочет, чтобы мы дошли до конца. Знаете, Бог хочет, чтобы мы исполнили все то, чего Он ожидает от нас. аминь 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 знаете если вы покупаете прибор и там написано гарантийный срок эксплуатации три года то вы ожидаете что он три года проработает правда если он проработал год вы немножко расстраиваетесь если у вас сохранился там чек паспорта вы еще можете встретиться с тем человеком которому это продал листой компании какие-то там свои претензии начать предъявлять почему потому что было написано что должно быть так если это пишут мирские люди да и это заслуживает доверие это истинно так почему потому что не знает те приборы которые проектируют бог спроектировал нас бог написал наш путь и бог сказал что моя воля чтобы вы уходили на небо насыщенные долготой дней да как написано праведники и в старости плодовиты сочные свежи чтобы возвещать что праведен господь и нет неправды в нем я верю что наша жизнь что мы играем не одну игру и что мы при приходим знаете в христианство не на год не на два и на пять не неприятно слышать что вот был хороший человек но у него было хорошее служение но да это была хорошая община но это была хорошая миссия но послушайте это не божий план это это где-то что-то где-то допустил потому ошибку где-то кто-то сломался где-то кто-то остановился где-то чего-то плечо не выдержало но послушайте бог хочет чтобы мы дошли до конца и исполнили то что мы предназначены и для этого бог собирает людей если бог не формировал команды он бы где-то там по одному христианину там насаждал но бог собирает церкви правильно как команды и это командная игра и знаете командная игра она отличается несколькими вещами во первых люди команды это люди цели лидеры записывайте то что кто рассчитывает куда-то идти даем очень простые ценные советы у команды должна быть цель 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 ясная четкая знаете что я хочу сказать люди формируются вокруг видения вам надо знать куда вы идете правда так или нет если бизнесмены прекрасно об этом понимают знаете когда люди загнанные в банке вот они сидят бесцельно каком-то замкнутом пространстве если им не дать цель они начинают сходить там с ума сначала им комфортно потом им некомфортно потом они начинают там толкутся потом там начинают там пятую колонну искать потом там бесов потом обвинять друг друга в неудачах там еще что-то если вы ничего кроме вот своего носа не видите как бы однажды у вас начнутся изменения с психикой и с мышлением потому что смотреть на свой нос не очень до комфортно без зеркала то вообще невозможно косоглазие можно получить вот людям нужна цель людям надо куда-то направляться команды формируются относительно цели то есть когда у нас если вы хотите куда-то знаете вообще вести команду либо частью команды вам надо определиться с целью потому что у любой команды есть цель знаете есть предназначение вы все равно куда-то должны идти если вы куда-то идете вы должны чего-то достигнуть аминь надо где-то дойти куда-то Нужна цель. Второе качество людей команды – это посвящение. А вот это интересно, знаете, посвящение. Люди объединяются не вокруг людей, а люди объединяются вокруг цели. И они посвящают себе цели. Разные люди в команды собираются вокруг цели. Знаете, если вы строите парт-ячейку, вам нужна группа комсомольцев. Потому что партия сказала надо, а комсомол ответил есть. Там ничего, там не нужны личности, там нужны галочки. Вы видите по нашей политике, мертвые души, туды-сюды. Одобряемся, и все нормально. То есть не нравится, промолчали. Но это не команды. То есть у них там постоянно какие-то интриги, разборки. Я говорю сейчас о нормальной здоровой команде. Команда формируется как люди посвящения. Они посвящают себя видению. Обычно это, когда люди формируются в команды, это не всегда люди, которых нам приятно видеть, или у которых с нами полное согласие. Правда? Когда набирают, допустим, там футбол команду, они там не набирают друзей с одного двора. Там Вася, Песя, Гриша, вот мы там по субботам футбик гоняем, по воскресеньям по пиву выступаем. И вот мы там будем, там городская футбольная команда. Нет. Там набираются люди, они смотрят по качествам. Это хороший голкипер, да, это там еще кто-то, это еще кто-то. Люди набираются по качествам, но они посвящают себе цели. О чем это говорит? О том, что отношения в команде формируются. Это не всегда удобно, это не всегда комфортно. Вам не все будут нравиться в команде, да? Аминь. Вам не все будут нравиться лица, вам не всем будет нравиться отношения. Это всегда так происходит. Да, правда, Сергей? Правда, я говорю? Ты же работаешь с людьми. Правда? И всегда есть какие-то там... А? Всегда? Или бывает такое время, что... Э-э-э... Нет. Всегда. Что такое так... Как говорит Библия, железо, железо острит. Знаете, но мы в этом учимся. Но есть две вещи, которые, я еще раз повторю, отличают людей. Первая – это цель. Вторая – это посвящение. Я вам хочу сказать, послушайте, церковь – это большая команда. Вам надо определиться, для чего вы в церкви, да? И вам надо определиться, и надо себя посвятить какому-то видению и какому-то направлению. Куда-то надо двинуться. Потому что когда церковь просто... Вот мне то, что Саша... Я там не все там слушал. Я в основном читал рецензии, но я примерно знаю, ну, о чем он говорит. Мне понравилась эта церковь без стен. Знаете, мы в воскресенье собираемся для чего? Для того, чтобы вдохновиться, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы настроить друг друга. И потом, жизнь, она не здесь. Жизнь, она там. Когда мы приходим к людям, когда мы приносим Иисуса, когда мы меняем этот город, да? Когда мы достаем людей, когда мы встречаемся с ними в самые не лучшие моменты и даем им надежду. Когда безнадежно больным им приносим исцеление. Вот это класс, да? Вот это жизнь. Правда, народ? Это здорово. Мы посвящаемся чему-то. И когда мы посвящаемся чему-то, и у нас есть цель, у нас формируются какие-то отношения. Когда мы в библейской школе учили здесь миссионеров, потому что нас научили это когда-то люди с 30-летним стажем служения, они говорят, запомните, есть правила команды, правила трех П. Принятие, покрытие и прощение. Без этого команды не выживают. Знаете, мы не все такие лицеприятные, мы не все нравимся друг другу, у нас у всех своя жизнь, у нас у всех свои качества, но для того, чтобы сформироваться и состояться, я вам хочу сказать, есть такие вещи, как принять, покрыть и простить. Это очень важно. Мы все ошибаемся, да, мы все можем делать ошибки. Мы можем у нас всех иногда там штормить, заносить, как люди в мире говорят, у нас у всех свои тараканы в голове, потому что у одного такая мысль, у другого такая мысль. Один видит ситуацию так, другой видит так ситуацию, но в библии говорит, что при множестве мнений, при множестве советов рождается предприятие. Аминь, да? Потому что объемный предмет невозможно видеть с одной стороны. То есть вы можете плоскость с одной стороны видеть, но когда вам нужна большая картина, вы ее видите с разных сторон. Кто-то ее так видит, это неплохо, это хорошо. В этом формируется такая большая гармония. Аминь. Но послушайте, то, что мы разные, это не значит, что это плохо, это хорошо. Нам все равно надо идти, что мы разные. Мы идем вперед, мы формируемся вокруг чего-то, мы хотим достигать людей. Могут быть разные методы, могут быть разные видения, могут быть разные направления служения, но есть одна цель. У нас есть цель достигнуть людей для Иисуса. В этом городе, за пределами этого города, в других ли странах. Послушайте, ведь на самом деле людей очень много. И знаете, иногда мы говорим, ну у нас вроде бы все хорошо, так все спокойно. Ну ничего, послушайте, вокруг есть много людей, которые ходят по улицам, которые нуждаются. Я вот недавно разговаривал с миссионерами, со своими друзьями, и они поднимали статистику, по скайпу у нас было несколько человек с разных концов мира собралось, и мы там разговаривали. Я вдруг обнаружил, что в Польше данные постоянно меняются, но вот в связи с военными действиями, только с Украины за последний год там выехало что-то около 400 тысяч человек. И это не полные данные, потому что они там не до конца такие легальные. Они обновляются, обновляются, то есть как бы поток людей идет, и кто-то нужно, чтобы служил этим людям. В Испании, на данный момент, вот этой маленькой Испании, вот там по карте вот такая штуковина, она не всегда видна, там 400 тысяч человек, а там что-то до 10 миллионов вообще проживает человек, 400, полмиллиона человек, это русскоязычное славянское население, выходцы из СНГ, которые покинули и приехали туда. И там никто не хочет служить. Ее прозвали Испанию, знаете, красивая такая страна, море. На улице выходишь, апельсины растут. Не в сельпо идешь, а. Если за забором растет, можно, никто не расстроится. Вот, взял, съел и пошел дальше. 400 тысяч человек русских. И туда не хотят ехать миссионеры, потому что они говорят, это кладбище для пасторов. Есть несколько стран, одна из них, Испания, кого называют кладбище для пасторов. Потому что люди приезжали туда, у них что-то не получалось, они уезжали, приезжали. Послушайте, может быть, надо, чтобы кто-то из вас доказал, что Испания – это не кладбище пасторов, а Испания – это часть Божьего плана, что люди там нуждаются в пробуждении, что надо туда идти. На днях звонили из Бурятии, люди говорят, приедьте и проповедуйте у нас. Кто знает, где Бурятия? Забайкальский край. Вот там вот эти ребята, которых там на видео в Ютубе, они приезжают сюда воевать в Донбасс, потому что там им за 6 тысяч километров говорят, что тут фашисты. Но если туда поедут миссионеры и будут говорить им о том, что Бог любит их, я думаю, у них будет меньше возникать плохих мыслей, и у нас здесь будет меньше проблем на Донбассе. Аминь. Знаете, я… А люди идут воевать оттуда, вот я разговаривал там с человеком, который живет в этом регионе и служит, я говорю, он говорит, у нас безысходность, у нас люди пьют, и у нас примерно там из 100% населения, 14% это суицид, тех, кто заканчивает жизнь самоубийством. Безысходность у людей. Там степь, зима там приходит на 6 месяцев, люди себе колят лед с Байкала, такими кусками огромными, завозят в погреба, потому что воды нету. Потом там часть куски льда эти откалывают, там растапливают, чайку попили, там, знаете. Нормально льда наколол там за зиму, то это самое, то дожил там, ненормально, не дожил, засох, вот, без воды, потому что без воды человек долго не живет. Работы нет, ничего нет, пьянство, шаманы ходят там, как бы по рынку с утра шаман проходится, в кастрюле какую-то там коноплю парит, шик-шик-шик-шик, ему денег все скинулись, они думают, это вот торговля хорошо пойдет. Вообще такая, картина очень такая, ну, мрачная, такая не совсем приятная. Но послушайте, и у людей нет никакой надежды, и они от безысходности, они либо воевать едут, либо там спиваются и заканчивают жизнь самоубийством. Там очень такой большой процент преступности, там еще чего-то. Регион, в который никто не заинтересован, ни там, ни великая Россия там не заинтересована, там ничего в нее вкладывать, никому она не нужна, это Бурятия заевается, и у людей единственный выход, где можно хоть себя как-то проявить, или там заработать денег, поехать вот тут, ну, на Донбассе с фашистами повоевать, так называемыми. Вот, и послушайте, ну, послушайте, ребята, ведь на самом деле это все в наших силах, да? Ведь на самом деле нужно, чтобы кто-то просто подумал об этих людях, поехал им и служил. Чтобы они не слушали шамана, чтобы они не слушали там зомбоящика, чтобы кто-то пришел, им проповедовал, о том, что Бог любит тебя, что Бога есть другой план. Знаете, чтобы глаза открылись, и... Коль, ты шутишь там, относись на поездки, я тебе контакты дам в 5 секунд. Не проблема вообще. Могу даже как бы помочь с билетом в одну сторону, и попросить, чтобы не выпускали года два, пока ты там всем не будешь проповедить. На самом деле работы очень много. Послушайте, мы команда, да? Нам надо что-то делать. Каждый на своем месте. Мы разные. У всех разное служение, но можем идти и вперед. Давайте поговорим о команде чемпионов. Хотите, да? Дам вам несколько цитат о том, как можно быть победителем. Послушайте, истина номер один. Когда касается церкви, когда касается Божьей команды, о церкви в Колоссянах сказано. 1 Коринфянам 5, сказано, Благодарение Богу, 15,57. 1 Коринфянам 15,57. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Послушайте, во-первых, если вы в Божьей команде, вы автоматом победитель. Почему? Потому что Бог не проигравший. Аминь. Бог не проиграл. Бог живой. Бог воскрес. Бог даровал нам победу. Поэтому, если мы в Божьей команде, вы можете быть в чьей угодно команде. Можете быть в команде Билла Гейтса, можете быть в команде Ротшильда, можете быть в команде, ну, не хочу называть никаких отечественных имен, но в какой бы вы команде не были сегодня, если вы в Божьей команде, вы победитель. Аминь. Потому что Бог даровал нам победу. Нам написано, в нем вы и совоскресли, Колоссянам 2, 12,15. В нем вы и совоскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, слушайте меня внимательно, которые были мертвы в своих грехах и преступлениях и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, с Иисусом, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и взял его от среды и пригвоздил ко Кресту, отняв силу начальству властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Отнял силу начальству, простил нам наши грехи, восторжествовал над ними собою, мы его тело, мы части Иисуса Христа, церковь, ты его тело. Если он торжествует над ними, то и вы торжествуете над ними. Аминь. Знаете, не слушайте дьявола, не слушайте того, кто потерпел неудачу. Слушайте Бога. Зачем вы слушаете дьявола? Зачем вы начинаете критерии ставить? Знаете, христиане, кажется, что одна команда, почему вы не можете сделать ничего общего? Да потому что эти такие, а вот этот такой, а он тот сякой, а вот этот мне не нравится, а этот не нравится. Бог не призывает в церковь, чтобы мы кому-то нравились. Достаточно того, что мы нравимся Богу, а Бог нравится нам. Бог не призывает нас в церковь для того, чтобы собрать шатву. Понимаете? Приятно, когда мы нравимся друг другу. Но даже если мы не нравимся друг другу, у нас есть работа, у нас есть цель, у нас есть определенный период жизни, за который мы будем отвечать. И нам верена победа, нам верена Евангелие, независимо от того, как выглядят люди и поступают. Послушайте, прощение, принятие и покрытие. Почему? Независимо от того, что люди вам сказали, прощение, принятие и покрытие. Независимо от того, как у вас сложились обстоятельства, прощение, принятие и покрытие. Почему? Потому что есть цель. Если я буду обижаться на кого-то, послушайте, значит, где-то я не исполню свое предназначение. Значит, где-то, пока я буду сидеть в своих обидах, люди пойдут в ад. Где-то кто-то умрет, так и не познав Иисуса Христа Где-то кто-то не получит своей надежды Я на днях разговаривал с одним человеком Он мне сказал такую фразу Я думал, ты обиделся А я говорю, у меня не так много времени на земле, чтобы обижаться Мое время тикает Я не могу остановить свое время Оно идет Жизнь идет Пока я там буду сидеть, ковырять в носу И думать, кто плохой, кто хороший Градацию проводить В это время люди умирают У меня нет такой роскоши Я не смотрю на это Есть вещи, через которые надо перерасти Когда детство, тогда полно обид Знаете, как дети себя ведут Гау-гау, а ты такой, а ты секой А твоя мама такая, а твой папа такой Все, забирай свои игрушки и не какай в мой горшок И разошлись Но это детство Мы взрослые люди, правда? Нам надо где-то подняться и вырасти Какая разница, кто какой Мы все, каждый со своим мышлением Мы люди цели Бог даровал нам победу Мы команда чемпионов Аллилуйя Библия, послушайте Второй Еще пару цитат вам скажу Римлянам 8.31 Если Бог за нас, тогда кто против? Послушайте Бог в вас Бог не думает взять вас в свою команду Или не взять в свою команду Вы не на испытательном сроке Когда вы приходите к Иисусу Он говорит Ты мой Он не раздумывает Не смотрит на вас два месяца Знаете, вы вышли к сцене к алтарю Господи, измени мою жизнь Иисус говорит Ну ладно Испытательный срок Два месяца Если будешь верно ходить Если все правильно будешь делать Вот тогда я приду и спасу тебя И исцелю тебя Но некоторых людей нету Там двух, там, трех месяцев Знаете Иисус не раздумывая Кто говорит Иисусу, приди меня и спаси Он приходит и поселяется в вас И он автоматом говорит Ты мой Вы в его команде Если Бог за нас Тогда кто против Аминь В Римлянах 8, 28, 29 написано Притом знаем, что любящим Бога Призванным по его изволению Все содействует ко благу Ибо кого он предузнал Тем и предопределил Быть подобными образу Сына своего единородного Дабы он был первородными Между многими братьями Слушайте меня, люди, очень внимательно Если Иисус чемпион То и вы чемпионы Потому что Божий план Чтобы вы были подобны Образу сына единородного Знаете, люди говорят Ну вот этот служитель Вот с ним такое произошло Вот посмотрите Даже Павел там Ну как бы дошел до конца Не дошел Вот Иоанну повезло Вот там Петра казнили Слушайте Мой Я уважаю этих людей Я Павла обожаю Мне нравится то, что писал Петр Мне вдохновляет то, что Меня каждый раз переворачивает Мой мир, когда я читаю Иоанна Но послушайте Мой образец Иисус Я не строю свою жизнь По Павлу, Иоанну и Петру Я не Петров Я Христов Я думаю о Иисусе Христе Мой образец Иисус Божий план, чтобы я был Подобен Иисусу Христу А Иисус победил Сатану на кресте Если Иисус это сделал Если он победил дьявола Значит и я не имею права проиграть Аминь Дальше 2 Коринфянам 3.18 Написано Мы же все с открытым лицом Как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаемся в тот же образ От славы в славу Как от Духа Господню Кто из вас спорт смотрит? Вчера был яркий, да, такой Поединок насыщенный Некоторые даже присутствовали в Киеве Вот у меня была возможность Я не поехал Потом думаю, что я не поехал Потом думаю, ну ладно Слава Богу Но зато по телевизору услышал То, чего не было слышно на ринге Было очень интересно Но послушайте, вот что интересно Я знаю следующее Что когда вы Если вы спортсмен Если вы хотите стать чемпионом Знаете, вам не интересна Рекомендация болельщика, да? Вот вы хотите стать чемпионом Вы же не спрашиваете у человека Который Если вы хотите стать чемпионом Мира по футболу Там как бы занять Какое-то лидирующее место Вы не спрашиваете у человека Который сидит на стадионе И за вас болеет Слушай, как мне лучше играть? Ну и конечно же не спрашиваете Человека, который сидит там телек Смотрит, знаете там Литр Черниговского Ввалил и рассказал Как играть надо Как построить командную игру Нет Вы ищете человека, который занял какую-то лидирующую позицию. Знаете, если вы спортсмен, и у вас появляется возможность пообщаться с чемпионом мира в этом виде спорта, вы будете выведывать все его секреты. Если он не зайдет вам до того, чтобы вам сказать что-то, я думаю, что будет мудро записать все его советы. И еще взять телефон или хотя бы какой-то e-mail, чтобы периодически писать ему письма, чтобы он вас где-то там направлял и вел. Почему? Потому что он чего-то добился, он чемпион. Аминь. Послушайте, Иисус является чемпионом нашей жизни. Иисус состоялся как служитель. Кто из вас верит, что Иисус состоялся как служитель? Как ты скажи, аполитично рассуждаешь, все верят. Но если Иисус чемпион нашей жизни, и если Он состоялся как победитель, почему тогда часто то, что написано в его книге, мы этим пренебрегаем и говорим, ну не знаю. Знаете, есть какое оправдание у христиан? Мне это не открыто. И она спрашивает, что этого не... Он говорит, мне это не открыто. А судить человека это открыто. Там где-то какую-то гадость про кого-то сказать, это открыто. Сказать, найти 10 вещей, которые можно было бы лучше сделать, это людям открыто. Когда говоришь, почему ты Богу не веришь, он говорит, нет, это не открыто. Слушайте, внимайтесь ерундой. У вас есть книга чемпиона. У меня сегодня нет ее в классическом выгляде, она у меня есть в электронном варианте. Но факт такой, у вас есть книга чемпиона, где записаны все чемпионские советы. Если вы ее откроете и будете внимательно ее слушать, вернее, как бы читать оттуда то, что там написано, прописные истины, вы уже добьетесь успеха. Если вы не знаете, как поступать, если вы придете к чемпиону, которого имя Иисус Христос, знаете, и спросите его о чем-то, он не скажет, я сильно занят. Знаете, если к мирскому чемпиону, к Мухаммеду Али, сложно пробиться, или еще к кому-то очередь стоит, знаете, охранники, он занятый постоянно, пресс-конференции, то к самому главному чемпиону жизни Иисусу Христу, к Нему всегда есть открытый и свободный доступ. Вы в любой момент, где бы ни были, вы можете сказать, Бог, помоги мне, Бог, что мне делать с этим, Бог, как мне пройти через все это, Господь, подскажи, как мне это сделать. И Он всегда даст вам совет, знаете, и совет от Иисуса Христа, он намного ценнее, чем совет от любого чемпиона в жизни, в мире. Совет Иисуса Христа намного ценнее, чем совет от любого человека, жившего когда-либо на этой земле. Потому что только Его Слово никогда не терпело поражения. Аминь. Вы что-то выяснили? Аминь. Следующее. То преимущество, которое есть у вас, и которого нету мира. Вот что сказал Давид Голиаф, 1 Царь 17, 45. Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских. Знаете, когда у людей есть естественные причины для того, чтобы добиваться успеха, у вас есть причина, которая становится над всеми естественными причинами. Она называется сверхъестественная. Иисус предназначил вас для этого уровня жизни. Знаете, у мира может быть там мудрость мирская, у мира может быть ресурс. У людей много чего может быть, но когда у вас есть Иисус, тогда вы можете подняться над всеми естественными обстоятельствами. Когда Давид победил Голиафа в тот момент, когда сказал, что я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Знаете, сегодня у нас есть имя Иисуса Христа, перед которым преклоняется каждое колено. Библия не врет, когда говорит, что каждое колено. Какое бы имя не было у этого колена, какое бы не было отчество у этого колена, какая бы не была фамилия у этого колена, вот, как бы ни говорили о силе, о крепости, о многочисленности этого колена, ни одно колено не может устоять перед именем Иисуса Христа. Этого нету мира, но это есть у вас. Иоанн так и пишет, что сия победа, которая, кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус есть Христос. И сия победа, которая побеждает мир, это ваша вера. Если вы верите, что Иисус есть Христос, значит, вы побеждаете мир. Как только Петр обнаружил, что Иисус является Христом, когда он ему сказал, ты Мессия, ты Сын живого Бога, Иисус говорит, с этого момента ты, Петр, ты камень. И на этом откровении я создам ту церковь, которую врата ада не одолеют. Если ты понимаешь, кто я, тогда ты обнаружишь, кто ты. Если Иисус Мессия, тогда мы камни. Если Иисус Мессия, тогда мы камни, мы скалы. Аллилуйя. Спасибо, я понял. Три аккорда. Я угадаю эту мелодию с двух нот. Слава Господу. Есть еще один важный пункт, который постараюсь быстро вам сказать. Мы команда. Вот что Павел говорит в 1 Коринфянам 9.24. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все? Но один получает награду. И дальше он говорит, так бегите, чтобы получить. Бегите, чтобы получить. Когда Павел смотрел на обычное соревнование, состязание греческих олимпийцев, он знал, что когда идет эстафета, один получает награду. И потом он говорит очень интересную вещь. Он говорит, у каждого свой забег. Все бегут. На ресталище бегут все. Послушайте меня, люди. Мы все бежим. У нас у каждого свой забег. Мы все на арене. Вы не в команде зрителей. Вы все на арене. Просто если вы остановились, вы уже сдались. Но Бог дарует вам победу. Он говорит, бегите, чтобы получить награду. В вашей команде Иисус. Иисус бежит в вас. Если Он бежит в вас, вы не можете остановиться. Вы не можете проиграть. Вы можете бежать вместе с Ним. Вы с Богом. Он, вы и Иисус одно. Ничто вас не может разделить. Бегите. Бегите свой забег. Ваше время ограничено. У вас есть определенная дистанция. Вы не можете свернуть. Вы не можете остановиться. Вам надо дойти до конца, чтобы получить награду. Павел сознавал это. Он наблюдал за спортсменами. Он наблюдал за своей жизнью. И он говорит, я бегу. И потом он говорит, теперь, когда подошло его время, он знал, что подошло его время, он говорит, я готов. Я готов принимать награду. Я готов встретиться с Иисусом. Он пишет о себе. Я знаю. Я сохранил веру. Я все время верил. Я сохранил свою веру. Я не отступил. Я не предал свою веру. Павлу было нелегко. От него отвернулись близкие. Он не был принимаем своими братьями. Те, кто были раньше с ним членами Синедриона, они когда узнали о том, что Павел христианин, они сказали, что мы не будем есть и пить до тех пор, пока его не замочим. Потом он незаконно там в колодке. Потом он пишет о том, что у него было разных много приключений. Но посреди всех тех приключений, знаете, читаешь приключения апостола Павла, и кажется, что хватит на 10 жизней. Посреди всех этих обстоятельств, Павел знает, что подходит его время, он говорит, я сохранил веру. Я остался верным. Он говорит, я совершил течение. Бог предназначил меня к чему-то. Я совершил течение. И потом он говорит интересную фразу. Я готов. Я готов встретиться с Иисусом. Я готов посмотреть Господу в глаза. Мне не будет стыдно за мою жизнь. Я готов принимать ту награду, которую Бог предназначил для меня. Потому что я правильно прожил свою жизнь. Знаете, если перефразировать слова апостола Павла на новый лад, Павел говорит, я прожил ту жизнь, которая была достойна, чтобы ее прожить. Я не жалею, что я ее прожил. Была бы возможность, я бы ее прожил точно так же. Почему? Потому что я знаю, для чего я жил. Я знаю, в того, кого я уверовал. Аминь. На самом деле сильные слова. Знаете, когда человек может сказать эти слова, когда он знает, я верен, я иду тем путем, который Бог предназначил меня, мне все равно, что происходит вокруг меня. Я не смотрю на людей. Люди – это люди. Я принимаю людей такими, какими они есть. Что бы они ни говорили, как бы ни поступали, я просто принимаю людей. Почему? Потому что Бог принимает людей. Я поднимаюсь над обстоятельствами. Я поднимаюсь над тем, что диктует мне время, над тем, что диктует мне экономика, над тем, что диктует мне мир. У меня есть цель. Я посвящаю свою жизнь этой цели. Что значит посвящаю? Знаете, что значит посвящаю? Отделяю что-то для того, чтобы прилепить к чему-то. Я посвящаю свою жизнь цели. Я посвящаю свою жизнь Божьему плану. Я посвящаю свою жизнь Божьей команде. Я посвящаю жизнь Божьему служению. Я посвящаю свою жизнь Божьей церкви. И с таким отношением поднимаемся и идем вперед. И тогда начинает что-то изменяться. У такой команды нет шансов остановиться, сломаться, знаете, такую команду невозможно разбить. Почему? Потому что есть цель, есть посвящение, есть правильное отношение с Богом, и мы идем вперед. Аминь. Продолжение следует...